Здравствуйте, мои хорошие, меня зовут Алексей. Сегодня в видео будем решать разные головоломки с помощью собаки-космонавта. Дань традициям, как сказали разработчики, тем животным, которых посылали раньше в космос. Поэтому будем летать по разным планетам и решать разные задачи. Первое, что бросается в глаза, нет локализации, не очень приятная тема, но, как говорится, майма шумайма. Нажав новая игра, мы получается даже выбрать разные уровни. Давайте начнем с обучения на Земле, а потом уже по разным планетам. Кстати, странные иероглифы похожи на языке Чубаки. Чубака, блядь! Ты с кем разговариваешь? Так, пошел отсюда, быстро! На борт, Чубака! Чубака! Да, что это происходит? Ну, давайте двигаться дальше. Ну что, мои хорошие, наше видео продолжается. Похоже, об обалденной истории, так иначе давайте пропускаем и уже побегаем. О, а вот и наша собака. Снизу я вижу разные полоски, пока не понимаю, что да как да почему. Она может делать разные команды, а также, как у Ассасина, есть, похоже, разные рефлексы. Хорошо, давайте двигаться дальше. Кстати, можно воспользоваться одной из подсказок, и она пока вроде не показывает, куда бежать дальше. Ага, назад-вперед, хорошо. Можно красться, вот, и можно издавать как можно меньше звуков. Похоже, будет так же стелс, но могу ошибаться. Чего? А, можно падать вниз, хорошо. Давай. О! Напоминает, что это какая-то лаборатория, нас, похоже, исследуют. И впереди какое-то испытание. Ага, давай. Пам-пам. Не так уж и тяжело, подбираем зеленую сферу. Получается, подбирая сферы, мы повышаем наше здоровье. Хорошо. Давай. Ага, следующее испытание. И здесь уже понадобятся наши чувства. Хорошо. Давайте пробежимся вперед, вообще, понимание, да? И нужно, получается, разблокировать. Хорошо. Давайте активировать разные панели. Ага. То есть, получается, нужно последний. Во. Давай. Ага. Сработало, похоже. И можем спокойно подбирать сферу и бежать дальше. Ага. Следующее испытание. Постоянно говорят, типа, можно воспользоваться разными подсказками. То есть, получается, есть также чутье, которое показывает, какие объекты за что отвечают. Есть также, не знаю, детекция звука. Ага. Также есть херовины, которые показывают, куда нужно бежать. Хорошо. Давайте двигаться дальше. Оу. Можем, оказывается, плавать. Можем, кстати, нырнуть. Но, похоже, ничего хорошего. Хорошо. Давайте забираться повыше. Нужно откупорить следующую дверь. И разберемся. Не до конца я понял. Воду чего. Дефит. Не знаю. Давайте прыгать напротив. А, было, было, было. Хорош. Похоже, нужно было просто пропрыгать. Не более того. Поэтому, подожди, налево, направо. Давай. О. Насколько я понимаю, туман опасен. Поэтому, не знаю. Пока вроде все хорошо. Все хорошо. Давайте двигаться дальше. Ага. То есть, получается, бывает опасный туман. Но, я пока не понимаю, как это. А, слышь. Получается, можно воспользоваться. Куда нужно бежать. И, также, показывать красный туман. В который лучше не попадать. Ага. Хорошо. Получается, нужно двигаться дальше. Значит, давайте заберемся повыше. И. Во. Ага. Подбираем какую-то херобору. Давайте подниматься выше. Ага. А, видишь, что он, получается, здесь может остановиться красным. Желтым. Поэтому. Так иначе, нам нужно отнести, похоже, пару предметов. Тогда, можем пройти дальше. Не забываем, также, использовать наше чутье. Иначе, можно попасться. И, придется начинать по новой. Во. Пока все хорошо. Бежим дальше. И. Следующий объект. Звезда. За нами постоянно наблюдают за стеклом. Не очень приятная тема. Напоминает какую-то обезьянку в зоопарке. Но. Давай. Во. Было, было, было. Уже белое. Но, почему-то, не сработало. Да уж. Попадаюсь на ровном месте. Казалось бы, такое простое место. А, что-то я запарился. Значит, давайте еще раз. Вот. И дождемся красного тумана. Лучше не бежать, скажем так, сразу. Иначе он сработает. Не знаю, почему, как, но. Давай. О. Так иначе. Следующая. Да. Ага. Так, подожди. Ээээ. Херовина. Чего? Гав, 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 гав. А, нужно, похоже, активировать детектор. Хорош. Весело. Нажимаешь просто левый контр, контр и уже работает. Давай. О, бежи. Фух. Так, показывай. Тоже, похоже, нужно активировать. А, слышишь? Наоборот. Здесь нужно действовать максимально тихо, поэтому... Давай. Во. Не поваляешь, не поешь. Ну что, ребята, поздравляю, испытание нами пройдено. И, похоже, опять обалденной историей. Двигаемся дальше. Следующее задание. А вот... А кто это вообще? Наш хозяин, похоже. Но, насколько я понял, мы с вами в лаборатории, поэтому... Не знаю. Братан. А, нужно выполнять, похоже, команды. Давайте дадим лапу. О, держи. У-у-у, такой довольный. А-а-а... Так, подожди. А-а-а... Джамп. Ура! Хе-хе-хе-хе. И также нужно повертеться, похоже. Ура! Хороший мальчик. Хе-хе-хе. Good girl. Семь часов спустя. О-о-о-о. Мы, похоже, с вами прилетаем на чужую планету. Обалдеть. О-ху-ху. Весело, весело. Да уж, казалось бы, семь часов назад уже были в лаборатории. И на тебе, пожалуйста. Хорошо. Значит, давайте пробежимся. Нужно также, похоже, собирать зеленые шарики. Я до конца так и не понял насчет нижней панели. Но так иначе. Давайте поломаем, похоже. О, и можем бежать дальше. Во, так-то получше. Здесь уже куда повеселее. Но, опять же, загадки также имеют место быть. Значит, давайте заберемся. А-а-а. Так, подожди. О, неужели? О, и можем пойти ниже, да? Во, ломаем и бежим дальше. Ой. Это что за пирог? Лучше, похоже, не напарываться. Противника пока нету и не может не радовать. Но, возможно, в будущем он также появится. Хорошо. Наша задача постоянно бегать. И, не знаю, возможно, как-то можно активировать данные пироги. А, во, показывай. Хорош. Говорите, повернись назад. А-а-а. Подожди. Тыква. А-а-а. Можно, похоже, как-то уничтожать, а тыкву. Тогда эти споры, похоже... Ну, в общем, ладно, давайте не заморачиваться. Но, опять же, говорят, беги назад. Братан, я бежу. Я уже бежал. Давай. О, неужели. Бежим назад. Я пока не понимаю, зачем, почему. Но, так иначе... А-а-а. Там шарик был. Да уж. Алеша. В, внимательность. О, неужели. Датчик движения пропалку. А, бежать дальше? Ой. Ой, а что за херовина? А-а-а. Похоже, карта может как-то воспользоваться. Не знаю. Давай. По столсу. Э-э. Ну ты чего? О, давай на шару, на шару, на шару, на шару. Не знаю, как она срабатывает. Похоже, нас видит, слышит. Но. Э-э. Пройти, похоже, так просто не можем. Я уже решил просто притаиться. Но нас, похоже, видит. И не знаю. В общем, давайте не заморачиваться. Бежать дальше. О, опасные воды. Да ну его в болото. А-а-а. Обалдеть. Э-э. Хорош. Ну, опять же, есть точки сохранения. Поэтому в этом плане все хорошо. Получается, эти херовины тоже нужно перескакивать. Но. Где наша не пропадала? Э-э. Э-э. Ты чё? Э-э. Подожди, чего? Не знаю. Перепрыгнуть, похоже, не получается. И нужно как-то очистить воду. Серьезно. А-а-а. Значит, я пользуюсь разными режимами. Давайте. О, на шару. На шару. Слышь. Можно было просто перепрыгнуть. Вот. И с очисткой воды пока попременим. О-о-о. А. Може, може, може оказывается упасть. Самое главное не падать в разные там кусты. Иначе будет потрачено. Хорошо. Давайте. Значит, бежим дальше. Здесь уже вода хорошая. Поэтому можно на шару. О, хорош. Ха-ха-ха. Так, показывай. Нужно забираться выше. Хорошо. То есть, получается, помимо загадок, есть также разные приколюхи, где нужно прыгать. О, хорош. И. Так, подожди. Ниже. Давай. Ниже, ниже. Э-э-э. Опять это херовина, похоже. Так просто пройти не можем. Значит, давайте. У нас есть бревно. О. Правда, не знаю, зачем, почему. Но так иначе. С горем пополам я разобрался. Нужно измазюкаться в этой няше. Потом, значит, получается, возвращаемся. В эту воду не падаем, чтобы не очистить нашего персонажа. И теперь нас уже принимают за своего. Поэтому можем на шару бежать дальше. То есть, получается, уничтожая тыкву, можно... Получается, да. О, хорош. Но, опять же, там был момент, где до тыквы мы так просто добраться не можем. Поэтому, не знаю. Пока все хорошо. Давайте, мои хорошие, запаузим видео, подведем небольшие итоги. Лично мне как-то не очень зашло. Видать, не мой геймплей. Но так иначе, если вам понравилось, пишите в комментариях. Также жмакайте большой палец вверх. Подписывайтесь на канал. Есть группа ВКонтакте. Все хорошего, позитива, удачи и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok